Всем привет! Меня зовут Саша. Добро пожаловать на канал Amelie Life. Сегодня я хочу выполнить запрос и снять видео на финансовую тему. В частности, я расскажу вам о том, как нам с мужем удалось приобрести свою собственную квартиру без посторонней помощи. Продолжение следует... Все это началось с момента, когда состоялась наша свадьба в 2008 году. Нам подарили деньги на свадьбу, около 100 тысяч получилось. И мы приобрели на них семерку, нашу отечественную семерку. Она была достаточно новая, то есть на ней почти никто не ездил до нас. И мы ездили на ней, прекрасно себя чувствовали. И на тот момент у нас возникло, конечно же, желание, необходимость уже задуматься о повредении своего собственного жилья. И мы подумали о том, что через несколько лет наша семерка уже потеряет стоимости. Она уже станет старше, как машина. Она будет только дешеветь. И мы не сможем за эти же деньги ее продать. В то же время мы узнали, что наши знакомые продают свою поддержанную шестерку за 50 тысяч рублей. То есть мы подумали о том, что хотя эта машина и намного старше по году выпуска, чем наша семерка, но тем не менее она нам достанется более дешево. И есть смысл продать семерку по той цене, по которой мы приобрели. И с экономленной деньги уже отложить, что станет нашим первоначальным капиталом. Так мы и сделали. Семерку мы продали без проблем. Сами стали ездить на шестерки. И таким образом сэкономленные 50 тысяч рублей мы поделили на три части и открыли три вклада. Один вклад был в рублях, один в евро, один в долларах. Поскольку на тот момент наш совместный доход с мужем составлял не более 20 тысяч рублей в месяц, по тем временам, как и сейчас, это был не очень большой доход для семьи из двух человек. И мы пошли еще на большую экономию с нашей стороны и поменяли жилье. Мы арендовали до этого однокомнатную квартиру со всеми удобствами в центре города. Но мы осознанно пошли на то, чтобы снять времянку во дворе с хозяевами, в которой были частичные удобства, которая, по сути, стояла на земле, но которая стоила гораздо дешевле. То есть таких цен даже в городе и не было. Мы за нее, по-моему, платили около трех тысяч рублей, при том, что она больше не требовала платы какой-то за коммуналки. В этой времянке мы прожили несколько лет. Хочется отметить, что я ни в коем случае вас не призываю поступать именно так и идти в очень-очень неплохие условия проживания, чтобы сэкономить какие-то лишние деньги. Но наше желание, наша цель на тот момент для нас была настолько важна, что мы были готовы к ней идти как можно быстрее, просто к ней бежать. И при этом мы готовы были пожертвовать некоторыми удобствами и тем самым снять более скромное жилье, нежели было у нас раньше. И вот здесь, конечно, очень пригодился принцип смилым Раевшегося. Я до сих пор об этом времени вспоминаю с удовольствием и помню только хорошее, поскольку на самом деле не место красит человека, а человек-место. А, конечно, гостей мне туда было приводить стыдно, потому что, несмотря на то, что там был ремонт и мебель, это все-таки была маленькая времяночка, в которой мы-то вдвоем там еле протискивались, а уж там позвать еще пару человек, это уже было целое наполненное такое пати бы получилось. Итак, благодаря аренде более дешевого и менее комфортабельного жилья нам удалось сэкономить еще несколько тысяч рублей. Следующей нашей целью было не допустить транжирства вот этих денег, которые мы сэкономили на аренде жилья, на какие-то вещи, которые нас не приближали бы к нашей цели. Также я занялась планированием нашего семейного бюджета, и для этого использовала весьма, я думаю, распространенный способ, это хранение, разделение денег по конвертам. Я сделала из бумаги несколько конвертов, и каждый из них подписала. У меня был пакет для питания, у меня был пакет для одежды, то есть это покупка одежды и обуви, у меня был пакет на здоровье, то есть это подразумевалось покупка каких-то лекарственных средств, возможно какие-то незапланированные траты на свое здоровье. Также у меня был конверт для покупки средств для бытовых нужд и гигиены. Пятый конверт это был конверт подарки, и шестой конверт это был конверт развлечений. Хочется отметить, что вот последние два конверта на подарки и на развлечения, на самом деле это тоже обязательные конверты, их нужно заводить. Расскажу почему. Во-первых, если человек будет во всем себе абсолютно отказывать и не позволять себе вообще ни капельки каких-то развлечений и удовольствий, то он очень быстро перегорит, наплюет на все и начнет уже эти деньги все тратить направо и налево. И поэтому очень важно обязательно давать себе и разгрузку эмоциональную, физическую, и получать удовольствие от жизни даже в тот период, когда вы затянули поясок потуже и откладываете на цель вашей жизни. Конверт подарки тоже очень важен, поскольку если наступает чей-то день рождения, то не хочется тянуть деньги из каких-то других статей своего бюджета, а очень хорошо, если у вас будет отдельная статья под вот такие траты. Итак, после того, как мы определили, какие у нас есть статьи расходов, мы также распределили, какой процент денежных средств мы кладем в эти конверты. То есть в эти конверты мы не клали одинаковое количество денег. Самое большое количество денег мы откладывали в конверт питания, поскольку продукты, что сейчас, что тогда, все равно были самой затратной статьей в бюджете, я думаю, многих семей. Поэтому самую большую сумму сразу на месяц вперед мы клали туда. В частности, на питание у нас уходило в неделю 1000 рублей на двоих. Да, вот, кстати, такое у нас было достаточно скромное питание, как я теперь думаю. Я помню, что я покупала курицу и делила ее на много частей, варила суп, делала соус, делала плов. То есть у меня прям из курицы было очень много блюд, и это, в принципе, позволяло также нам экономить деньги на продуктах питания. Итак, мы распределяли деньги по всем конвертам, и у нас даже в этой системе, такой достаточно экономной, получалось так, что в какой-то месяц у нас в каком-то из конвертов оставались еще лишние непотращенные деньги. В таком случае они переходили на следующий месяц, и мы в какой-то месяц могли что-то не потратить, зато в другой месяц мы могли себе позволить что-то больше купить. Итак, таким образом у нас каждый месяц получается, что мы по нашим вкладам разносили денежку. Как я уже сказала, у нас было три вклада в трех разных валютах. И когда спустя какое-то время, несколько месяцев, один из складов, который был у нас в рублях, уже пришел срок закрытия его, мы с мужем поговорили и решили часть из этой суммы попробовать поэкспериментировать и проинвестировать их в те инструменты, которые раньше не инвестировали, в которых мы, в принципе, ничего не понимаем. На тот момент это были пифы, и, кстати, хочу сказать, что на самом деле в тот момент было это очень удачное время для покупки пифов, поскольку это был кризис 2008-го, и очень сильно упали, я помню, многие индексы. Конечно, мы боялись сильно рискнуть и не рискнули все деньги туда вложить, о чем, кстати, я позже немного пожалела, потому что те деньги, которые мы вложили в пифы, они нас собирали гораздо больше процентов, гораздо большего дохода принесли, чем все остальные деньги, которые у нас лежали в евро и в долларах. И, собственно, в таком ритме мы жили три года вот в этой временке, так вот экономить денег. За это время, конечно же, наш доход постепенно рос, потому что и у меня росла зарплата, и у мужа росла зарплата. Также еще стоит отметить, что в первый год, когда мы прям очень загорелись нашей целью, мы еще параллельно стали искать дополнительные заработки. То есть, на самом деле, если хорошее общение наладить с окружающими людьми, с коллегами, то в процессе общения выясняется, что у каждого человека есть какой-то талант, есть какой-то определенный дар, результатами которого он может поделиться с другими и взамен на это иметь какие-то блага. Главное помнить, что любой труд достойно платы. И даже если у вас маленький опыт в том деле, который вы умеете выполнять, это не значит, что вы должны забесплатно это делать. Вы тратите свое личное время, поэтому обязательно нужно это ценить. И соблюдая все вышеперечисленное, вот в таком режиме мы с мужем прожили три года в этой временке. И, как я уже сказала, зарплата наша постепенно росла, то есть мы уже могли большую сумму откладывать. И в итоге через три года мы уже насобирали 600 тысяч рублей. И после того, как уже такая достаточно весомая сумма была у нас за плечами, мы стали подсматривать для себя варианты по приобретению жилья. И решили, поскольку изначально цены на квартиры начинались от миллиона на тот момент, мы решили не дождаться, когда цены возрастут и копить дальше до нужной суммы. Мы решили дополнить оставшуюся часть потребительским кредитом. Да, мы прекрасно понимали, что потребительский кредит имеет значительно больше проценты по выплате, нежели ипотека. Но для нас на тот момент ипотека была просто неприемлема. Но принципиально мы не хотели брать ипотеку. И для нас гораздо менее болезненно было взять потребительский кредит. Таким образом, мы нашли нашу квартиру-студию, в которой живем по сей день. Она тогда была на этапе строительства. Также оставшееся время, пока мы ждали заселения квартиры, мы продолжали копить деньги. Уже, кстати, большими суммами нас удавалось откладывать. И мы уже копили деньги на то, чтобы сделать ремонт в ней. И таким образом, когда уже закончилось строительство дома, мы получили ключи, сразу же приступили к ремонту. На сегодняшний день хочется отметить, что потребительский кредит мы уже выплатили. То есть, таким образом, мы уже не являемся должниками. Именно потому, что мы прошли такой путь до приобретения своей квартиры. Чему-то научились, чем-то пожертвовали. Мы очень любим наше жилье. И кто бы что ни говорил, что там квартира маленькая, да очень тесно. Мы на самом деле горды собой, что без посторонней помощи, без каких-то наследств или выигрышей в лотерею, мы приобрели свое жилье. И живем им и наслаждаем. Я очень надеюсь, что у вас есть ваша заветная финансовая цель. Может быть, это не квартира, может быть, это что-то другое. Но главное, чтобы эта цель вас зажигала, чтобы она перед вами просто была каким-то ориентиром, который не позволял вам отвлекаться на неважное, ненужное, а позволял только именно идти к этой цели. И я вам искренне желаю, чтобы вы как можно быстрее этой цели достигли, обрели ее и почувствовали все наслаждение от этого приобретения. Я надеюсь, что видео вам было интересным и полезным. Ставьте пальчик вверх, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, у меня появился новый плейлист. Он о финансах, о семейном бюджете. Я оставлю ссылку на него под видео. Всем спасибо за просмотр и пока! Продолжение следует...